Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина. И по просьбе подписчика Константина мы будем готовить свиные ребрышки. Для этого нам потребуется около килограмма свиных ребрышек, а также для изготовления маринада, майонез, корчица, соевый соус, красный и черный перец, чеснок и соль. Для начала я промыла все ребрышки. И сейчас мы их разрежем на порционные куски, чтобы они у нас получше и побыстрее помариновались. То есть мы просто вдоль разрезаем, каждая ребрышка, оставая с мясом. Нарезаем так все ребрышки. Как любое мясо, свинина тоже любит маринад. То есть в принципе я делаю или с томатами маринад, или с соевым соусом. Добавляем они в мясо, чтобы у нас ребрышки получились более сочные, нежные, ароматные. Складываем сразу все ребрышки, которые у нас получились в чашу или в кастрюлю, в которой мы будем их мариновать. Вот здесь маленькие ребрышки. Мы их по несколько на одной штучке оставляем. Теперь в другой чаше мы сначала с вами разведем маринад. Итак, берем 2 столовые ложки соевого соуса. Туда же отправляем чайную ложку горчицы. Сюда же добавляем чёрного перца. где-то пол чайной ложки красного перца. Соли. Соли добавляем не очень много, потому что соевый соус у нас тоже уже солёный. Конечно же майонез. Майонеза тоже около 2 столовых ложек. Всё это размешаем. Такие ложки с горкой не жалею. То есть, чтобы у нас полностью промариновались все бёдрышки. Теперь можно мелко порезать чеснок или выдавить ему через чеснокодавку, через пресс. Также отправляем сюда же. Теперь размешиваем всё, что у нас получилось. разнородную массу. А в эту массу мы отправляем ребрышки. Всё хорошо перемешиваем. То есть, тоже будем это делать руками. чтобы у нас ребрышки промариновались. И отправим это всё в холодильник, в холод. Хотя бы на час. То есть, за час у нас ребрышки пропитаются. Мясо пропитается. Можете по своему усмотрению добавить любые специи, какие вам нравятся с мясом. Ну вот. Ну вот. Добрышки. Прижмем, закрой пищевой пленкой и отправлю в холодильник на час. Закрываем тарелку пищевой пленкой. Ребрышки маринуются не менее часа в холодильнике. Ребрышки замариновались. Прошло больше часа, 3 часа. Мариновать можно от часа до 12 часов. Сейчас мы ребрышки слегка обжарим. Чуть-чуть наливаем масло. У нас и свинина, они жирные и так. Для начала, пока нагревается кастрюлька, лучше немного масла налить. Выбираем функцию жарка. И даже не дождавшись, пока нагреется наша чашка, отправляем туда все ребрышки. И будем их обжаривать с той и с другой стороны. Вот, уже стал такой звук, что стал обжариваться. Можем чуть-чуть помешать. Разложить, чтобы максимально у нас соприкасались косточки. И обжариваем дальше. Ну вот, кастрюлька у меня полностью нагрелась. Переворачиваем аккуратно, чтобы не царапать в кастрюлю. Ребрышки стали выделять кровь. Как бы кровяные потёки такие. Видите, она уже покоричневела мясо. То есть, мы сейчас еще помешаем. Еще минут 5-7. И дольем водичкой и оставим тушиться. Ну вот, прошло еще 5 минут. Давайте посмотрим, с обратной стороны они тоже обжарились. Теперь я предлагаю добавить буквально полторы столовых ложки кетчупа. и залить горячей водой. Заливаем мы чуть-чуть. То есть, наши ребрышки будут тушиться в воде. Еще раз все перемешаем. Сколько? Наверное, миллилитров 100-150 я налила воды. Обязательно горячей. Потому что мясо у нас нагретое. Если вы добавите холодную воду, то оно станет жестким. Отключаем режим жарка. Закрываем крышку и ставим на тушение. Так, а теперь выбираем функцию тушения. И отправляем тушиться на 2 часа. Ну вот, 2 часа истекли. Аккуратненько. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Косточки достаем аккуратно. Аромат исходит потрясающий. Добавляем еще бульончик. Ребрышки хорошо подавать с картофельным пюре, с отварным картофелем, ну и с макаронами. Приятного аппетита! Если вам понравился мой рецепт, не забывайте ставить лайк. Аккуратненько. Аккуратненько.